Друзья, встречайте, ведущий сегодняшнего спортивного вечера по кличке Москвич, хотя он сам родом из Волгограда. Вот сам не понимаю, зачем такие прозвища выбирать? Если ты родом далеко за МКАДом, так выбирай себе соответствующее погоняло. Тоже мне. Ой, это я вслух произнес. Ну ничего, все равно мой голос на все мероприятие записали еще за два дня до начала поединков. Встречайте, Артем Сотник! Ну что ж, дорогие друзья, это было такое. Еще больше аплодисментов в первую очередь семье, всем собравшимся здесь, гостям. Всех рады видеть, спасибо, что пришли. Неожиданное объявление, ну что ж, мероприятие у нас сегодня серьезной тематики, но в то же время развлекательной, потому что бои, спорт – это движение к лучшему. Что ж, не буду затягивать, сразу начну зачитывать. Спортивно-патриотический клуб «Герополк» уже в шестой раз проводит спортивные мероприятия, посвященные памяти двух потрясающих спецназовцев. И на этот раз наш турнир называется «Матчевая встреча по рукопашному бою между сборными Московской области и сборной России». Ваши аплодисменты. Данная встреча, данная встреча посвящается памяти сотрудника управления «Альфа-центра специального назначения ФСБ России» майора Панина Игоря Сергеевича. Ваши аплодисменты. Данная Вашина Романа Аркадьевича, погибших при исполнении войск в околе в 2011 году. Сегодня ваше внимание будет представлено 8 поединков по рукопашному бою, где 3 из них – это профессиональные бои по версии промоушена «Хэнд-ту-хэнд», которые будут проходить под эгидой Международной Федерации рукопашного боя. Что ж, а теперь немножко о спонсорах, потому что у нас много партнеров, которые пришли поддержать наше сегодняшнее мероприятие. Это, конечно же, не может не радовать. Главные спонсоры сегодняшнего мероприятия – Администрация городского округа Красногорск. Ваши аплодисменты. Международный фонд помощи инвалидам и ветеранам спорта. Ваши аплодисменты. Друзья-веценаты нашего движения. Ну и, конечно же, наш спортивно-патриотический клуб «Яропол». Друзья, сейчас хотелось бы начать с серьезной ноты. Хотелось бы рассказать немного о тех героях, кому посвящен сегодняшний наш турнир. Капитан Лашин Роман Аркадьевич, сотрудник третьего отдела управления Альфа-центра специального назначения ФСБ России. Родился 2 июня 1978 года в Москве. После окончания в 95-м году средней школы номер 666 с 1996 по 1997 год работал педагогом дополнительного образования детско-юношеского клуба физической подготовки номер 1 «Юность». Город Москва. В 1997 году поступил в Российскую государственную академию физической культуры. С 1997 по 2004 работал охранником в частном охранном предприятии. Занимался спортом. В 1991 году увлекся карате-до, где достиг высоких спортивных результатов. В 1998 году занял первое место на чемпионате России по карате. По результатам соревнований Романа было присвоено звание мастера спорта России по карате-доу. С 2004 года был зачислен на службу в органы государственной безопасности, где проходил службу в управлении А. ЦСН ФСБ России. Увлекался рукопашным боем и прикладной стрельбой. Был чемпионом ЦСН ФСБ России по рукопашному бою. В 2008 году присвоено звание мастера спорта России по рукопашному бою. В составе оперативно-боевого подразделения участвовал в специальных операциях по освобождению заложников и борьбе с терроризмом. Награжден медалями за отвагу и медалью Рыжукова. Майор Панин Игорь Сергеевич. Сотрудник 3-го отдела управления Альфа Центра специального назначения ФСБ России. Родился в городе Королев Московской области 17 октября 1979 года. В 87-м пошел учиться в школу номер 8 в городе Королев. Свою спортивную жизнь начал с 9 лет. Сначала был хоккей на траве, а в 10 лет перешел в секцию ЗЮДО. Участвовал в соревнованиях и занимал призовые места. В году 98-м был призван в ряды ВДВ вооруженных сил России. С 98-го по 2000-й проходил военную службу в составе объединенной группировки войск на территории северо-кавказского региона воинской части 5-9-2-3-6. При этом в течение 127 дней непосредственно участвовал в боевых действиях. Демагрализовался в феврале 2000-го года. После армии стал заниматься боксом, участвовал в соревнованиях и занимал призовые места. С начала учебного 2000-го года поступил в Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. В 2001-м поступил на службу в 12-й управлении ФСБ России. А в 2004-м перевелся в управление А, ЦСН, ФСБ России. В 2009-м году женился, в 2010-м родилась дочка Ирина, а в 2011-м родился сын Михаил. В последние годы жизни серьезно облегся видом спорта, как ножевой бой. С 2006-го является мастером спорта в России по рукопашному бою, а также имеет кандидата в мастера спорта по цедо и боксу. В 2009-м прошел курсы по экстремальному вождению, за время службы был отмечен грамотами, имел в правительстве награды, медали. Что ж, друзья, Лавшин Роман и Панин Игорь были друзьями по жизни. Они пришли в подразделение практически в один день. Но так случилось, что 21 июня 2011-го года оба друга погибли с разницей в 15 минут. Это случилось при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни. Они проявили мужество и героизм, и своими решительными и хладнокровными действиями способствовали выполнению боевой задачи ценою собственной жизни. Указом президента Российской Федерации награждены Орденом Мужества. Предлагаю почтить память героев минуты молчания. Продолжение следует... Продолжение следует... Что ж, можно присаживаться. Дорогие друзья, да, такой серьезный повод, по которому мы все сегодня собрались. Давайте действительно дадим память сегодня этим героям. Ну что ж, а мы перейдем непосредственно к самому мероприятию. Я хотел бы представить почетных гостей, которые присутствуют сегодня в зале под ваши бурные аплодисменты. Президент Международной Федерации рукопашного боя, основатель профессиональной лиги рукопашного боя Hand to Hand, Астрахов Сергей Александрович. Ваши аплодисменты. Вдова капитана Лашина Светлана. Давайте поаплодируем. Мама майора Палина Татьяны Серафимовны. Давайте поаплодируем. Вице-президент Федерации спортивной борьбы России Корабалак Григорий Иванович. Известный актер и КВНщик Николай Наунов. Известный советский и российский боксер, экс-главный тренер сборной России по боксу, Лебзяк Александр Борисович. Президент Всемирной Федерации футукан-каратэ-до Королёв Андрей Анатольевич. Основатель Патриотического клуба «Слава» Республики Крым, общественный деятель Крыма, Тимошенко Вячеслав Петрович. Кстати, клуб Мирафов и клуб «Слава» являются хорошими друзьями. Что ж, движемся дальше. Известный российский футболист, экс-капитан сборной России по футболу Сергей Юран. Что ж, все наверняка слышали такое общественное движение, как СтопХам. У нас сегодня в костях его основатель, общественный деятель Дмитрий Чугунов. Ну что ж, не будем затягивать сначала, друзья. Сейчас я прошу всех сконцентрироваться, потому что самый приятный, самый прекрасный момент, это, конечно, выход наших спортсменов. Под ваши аплодисменты я приглашаю на этот атаме сборную России по рукопашному бою. Ваши аплодисменты! Еще громче! Друзья, вот появляется наша спортсмена! Всем внимания, право, правую стену! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу видно, сразу видно, сегодня большая поддержка будет обоих сторон, это обеих сторон, это очень приятно. Ну а сейчас, пока ребята и девчата, кстати, будут смотреть друг в друга в глаза, настраиваться перед болью, я предлагаю еще раз вернуться к серьезной тематике. Внимание на экран, я приглашаю посмотреть вас краткий видеоклип о погибших сотрудниках. Ваше внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, молодой ветер поет, птицы совсем не кричат, время как будто заебел охот, и повернуло назад. Тихо, с деревьев, следа, блескла, дождик слегка морсит. В воздух врезаются чьи-то слова, кто-то молчит. Хоронят мификсера. Тихо, молодой ветер поет, птицы совсем не кричат, не кричат, не кричат, не кричат. Тихо, молодой ветер поет, птицы совсем не кричат, не кричат, не кричат, не кричат. Тихо, молодой ветер поет, птицы совсем не кричат, не кричат, не кричат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, я напоминаю, что сегодняшний турнир посвящен памяти этих двух замечательных людей и замечательных героев. Давайте еще раз поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Что же, сейчас я предлагаю прийти уже непосредственно к нашему мероприятию. Для торжественного открытия данных сегодняшних соревнований я приглашаю сюда президента Международной Федерации Руководного Боя, основателя профессиональной лиги Руководного Боя Hand to Hand, Астаховый Сергей Александрович. Всего желаю вам дистанцию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, уважаемые друзья. Знаете, рукопашный бой сейчас очень динамично развивающийся вид спорта. И мы, ну буквально с мероприятия на мероприятие, честно говоря, просто устаешь от такой жизни. И вы знаете, вот этот турнир, это замечательное мероприятие, которое Илья проводит, я ему, как профилейский поклон, и, во-первых, наши товарищи вспоминают, а, во-вторых, сюда приходишь действительно отдыхать. И вы даже знаете, сегодня вот оделся, так немножко свободно, потому что я просто хочу от удовольствия от того, что здесь происходит, от того, что какую душу ребята вкладывают в подготовку к этому мероприятию. И, знаете, ну не хочется даже говорить о, ну, как сказать, о спорте, там, каких-то великих достижениях, не о чем об этом. Я просто знаю, насколько Илья предан рукопашному бою, делал развитие рукопашного боя. И, Ильюх, тебе просто низкий поклон, спасибо тебе большое. И, ребят, просто посмотрите, поболейте, не жалейте эмоций. Это мероприятие, сделанное с душой, и поэтому не жалейте эмоций, любите рукопашный бой, занимайтесь спортом. Удачи вам, ребят. Спасибо, Артем. Спасибо, Сергей Александрович. Что ж, есть еще люди, которые хотят дать напутственное слово, дать силу, передать, так сказать, силу нашим спортсменам. Я вам предложаю по нашему боку аплодисменты сразу троих людей. Это вице-президент Федерации спортивной борьбы России Тармалат Игорь Иванович. Естественный союзский российский боксер, экс-главный тренер спорта России по боксу Викцина Александр Борисович. Естественный союзский российский боксер, экс-главный тренер спорта России по боксу Викцина Александрович. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, участники соревнований. Я хотел лично от себя, а также от Федерации спортивной борьбы России. Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сегодня здесь с нами. Чтите память этих достойных ребят, которые отдали жизнь за свою родину, выполняя свой долг, я искренне преклоняюсь перед родителями этих ребят, перед семьями, потому что не каждый готов отдать свою жизнь. Я также хочу вот этих молодых ребят, которые сегодня выходят на этот дворцовский ковер, хочу, чтобы они это очень внимательно взяли для себя урок, что не только надо отдаваться в спорте, на ковре, а еще надо отдаться в личную свою жизнь, отдать долг своей стране. Я всех вас поздравляю и искренне хочу, чтобы каждый в этом зале дал напутствие своим детям. Каждый мужчина должен защищать свой дом, семью, родину. Поэтому надо воспитывать именно в таком духе. От имени Федерации хочу сказать, что мы открываем свой турнир, желаем вам хорошего настроения и наслаждайтесь. Будьте здоровы! Здравствуйте, всех! Я чуть-чуть зарекаюсь, но это не футбокс. Всех хотел бы поздравить с наступающим праздником с 9 мая, действительно, в день победы, который, спасибо нашим дедам и родинам, которые, знаете, как, своей жизнью все, что самое ценное есть, отдавали жизнь за свободу, только проводили соревнования, жили, разговаривали. Не знаете, вот та война и те горячие точки, которые происходят здесь, и то, что вот кинют на самом деле детей. Вот молодые ребята, я сам полковник окруженных сил, не участвовал в боях, но их родина приказала, конечно. Знаете, чтобы, знаете, чтобы те выходы, которые сейчас есть, 15 лет, участвовали, чтобы на самом деле, знаете, чтобы они знали, что здесь их ждут и жена, и мать, и как бы отец, и дети. Но самое главное, чтобы они не забывали, что ждут их друзья, они не бьют различные, они наши братья. Поэтому хотелось бы, чтобы сколько выходов было на ту сторону, сколько человек ушло, столько родилось. Ну, а в честь этого матча речи хотел бы пожелать, уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне. Спасибо организаторам, которые действительно в наше время поддерживают все это. Знаете, не забывают забыть те славные наши традиции. И я уверен, что ребята, которые стоят здесь, они понимают, и я думаю, они покажут свое мастерство, и пусть победит сильнейший, а мы посмотрим и поболеем за своих ребят. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, курсанты, офицеры, жены, мамы, погибших сотрудников. От имени Всеверной Федерации Фотоканкара Тедор хочу поздравить вас всех с открытием матча и встречи сборной России, сборной Московской области, посвященной памяти сотрудникам Федеральной службы безопасности. Память – это очень важно. Это то, что помогает молодому поколению становиться людьми и профессионалами. посвящая ту мир и память, мы отдаем дань уважения людям, которые погибли, защищали нашу Родину. Я хочу пожелать всем ребятам удачи. Идите вперед и побеждайте. Всем хорошего настроения. И спасибо организаторам. Очень приятное, конечно, присутствие на таком значимом событии. Всем удачи и хорошего настроения. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемые друзья. Пецеда для тебя, Илюша Илья Сергеевич. Перед началом этой встречи подошел ко мне и говорит, сначала выйдут серьезные люди, а потом ты выйдешь и немножечко разбавишь атмосферу. Но как тут разбавишь атмосферу, когда такие сливки в обществе сегодня здесь собрались. Для меня большая честь находиться среди такого огромного количества уважаемых мной людей в этом зале. Илья Сергеевич, спасибо огромное, Илья Сергеевич, за то, что ты занимаешься тем, чем ты занимаешься. У нас есть бульсия. И не только спортивная, но и патриотическая. Здесь сегодня очень много боевого духа присутствует. Спасибо еще раз. А для ребят хотелось бы сказать следующее напутствие. Я знаю, что сегодня многие, практически все встречи крайне принципиальны, очень высоко конкурентны. Хочу пожелать своим победы. Я говорю про клуб «Герополк». Меня с ним связывают давние добрые отношения. Вот. Спасибо огромное. А всем спортсменам желаю показать свои наилучшие качества и провести свои схватки без травм. Спасибо, друзья. Поздравляю вас. Спасибо большое, Николай. Что ж, мы продолжим. Наши знаменательные слова переходят, потому что я вижу, уже кровь кипит в секте, хотя зрелища хотят спорта. По вашему апплодисменту я приглашаю сюда идейного вдохновителя данного турнира, мастера спорта Парагабашного ООЭ, ветерана подразделения Альфа Руганики, спортсменов тренировочного клуба, Яропол Шадрикова Илью Сергеевичу. Здравствуйте, дорогие друзья. Я так, спасибо. От себя, хочу сказать, когда клуб Ярополка восстановился, все вот в Красногорске говорили, да, они только бои организовывают. Потом мы начали петь. Все думали, что мы поем. Потом в какой-то момент на соревнованиях сказали, что мы шлем хорошую экипировку, одержку, драться мы не имеем. Потом мы начали обливаться. Ну и вот крайний турнир мы делали два года назад, все-таки наконец-то все это возобновилось. Я единственное хочу сказать, что СВЕК, профессиональный Сарафин, я этот турнир буду делать всегда. Вот он в новом поприще у нас происходит. Даже если вдруг, по каких обстоятельствах получится, что я сферу род деятельности, всегда этот тур и другую. На моем контроле они всегда. Потому что для меня Рома и Игорь, они были достаточно близкими друзьями. Я служил во втором отделе, а не в третьем. А когда я сам поступал в подразделение, Рома был старше мирового года, именно послушный. Вот запомнился тем, что именно сдача по физической культуре, ну, именно в конце там нормативов был спарринг, с Ромой стоял я. Друг другу мы так надубасили, хорошо, а потом доставили очень плотно общаться. В принципе, у нас всегда, так сказать, в России подерешься, потом дружишь. Вот, я единственное затягивать не хочу. Григорий Иванович, можно вас на сцену пригласить? И мои помощницы, выйдите сюда. Света, Татьяна Сарафина, можно вас на сцену попросить? Выдите небольшие подарки и контакт на Григорий Иванович. «Сарфина» «Все, ты молодые и твои молодые на ». «Все, мы что это государство» «Сарфина» «Сарфина» «Ромашка», «Сарфина» «Сарфина» «Сарфина». «Все, что Сколько? Важно, в большинстве порядка. Всё, двигаемся дальше. Ну что ж, двигаемся дальше. А это значит, что мы уже переходим к нашему зрелищу. Вот такой разлинный, но справедливо, серьёзное начало. Потому что именно этим игре посвящён наш сегодняшний турнир, друзья. А сейчас мы переходим к некой такой традиции face to face. Все знают в спорте это присутствие, друзья. Итак, давайте какую-то фоновую музычку, я думаю. Позвольте представить нам сегодняшних наших бойцов. Единоборцы. Итак, в первом бою зайдутся. Агалович Вадим из клуба «Трионт» город Палашин. Ваши аджеризмены. Против Асулева Харика клуб «Ахмат» город Грозный. Поджали руку. Во втором бою зайдутся. С Андрозьянов в Дахарском районе Боремейских, город Солнечный. В третьем бою сойдутся Абуховский и Никита из клуба «Нераполк» В четвертом бою сегодняшнего спортивного матча сойдутся представители прекрасного пола В четвертом бою сегодняшнего спортивного матча сойдутся волеводы Эльтара из клуба «Нераполк» В четвертом бою сойдутся Козеев Руслан из клуба «Нераполк» В четвертом бою сегодняшнего спортивного матча сойдутся В четвертом бою сойдутся Козеев Руслан из клуба «Нераполк» Против «Обасного и леса» клуб «Ахмад» «Город Грозный». Спасибо, Арфей Руслан. А что ж, и в главном, главном поединке сегодняшнего вечера встретится Урусов Владимир из клуба «Ярополк», «Город Красногорск». Против «Вячеслава» из клуба «Город Сочи» ваш аплодисмент. А что ж, и еще один бой, друзья, в седьмой перейдинок встретится Булыкин фенат из клуба «Октабон Фальц» в городе Лидное. Рокер Кусин, Вадима из клуба «Атлан» в городе Орел. Большое аплодисменты. Друзья, обожали руки. Ну что ж, друзья, сейчас я предлагаю самое время. Есть у нас такая традиция, мы неоднократно проводили уже эти турниры. Эти турниры, это, конечно же, исполнение гимна. Да, гимна Российской Федерации, поэтому, друзья, я прошу всех встать. Да, и самое главное, что как только у нас заканчивается третий буклет, у нас есть такая же традиция, при первом бою все вместе. На этом моменте мы, я думаю, подпадрим друг друга. Итак, звучит гимн Российской Федерации. Россия священная, наша держава. Россия, любимая, наша страна. Могучная боя, великое слава. В полном достоянии на всех временах. Славься, Отечество нашей славой. Славься, Отечество нашей славы. 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 Мы гордимся, Отечество нашей славы. Мы гордимся, Отечество нашей славы. Отечество нашей славы. Славься, Отечество нашей славы. Ну что ж, друзья, теперь давайте. Мы гордимся, Отечество нашей славы. Мы гордимся, Отечество нашей славы. Буквально 3-4 минуты на подготовку. Спортсмены могут приходить и готовиться. И мы перейдем к самому главному, конечно же, к спорту, к спортивным состязаниям, к нашим боям. Буквально 3-4 минуты ожидания. Мы гордимся, отечество нашей славы.